В своем выступлении заместитель директора института парламентаризма Лиза Цюлемен отметила, что системное проведение работы по совершенствованию законодательства является одним из главных условий повышения качества жизни населения. Заместитель директора института призвала участников тренинга к активному сотрудничеству с местными органами власти и информированию граждан о новых государственных инициативах, поскольку совместная работа помогает достичь поставленных целей и улучшить качество жизни населения. В последние пять лет наша страна живет в новых политических условиях. Это справедливый Казахстан и исполнение требований слышащего государства. Поэтому для реализации этих вопросов депутаты Маслихата должны активно работать с населением, представляя интересы граждан. В настоящее время Сенат парламента составляет план взаимодействия с Маслихатами и усиливает работу в этом направлении. Лиза Цюлемен также остановилась на вопросах социальной политики и подчеркнула важность законов, направленных на снижение долгового времени населения. Она затронула и основные приоритеты послания президента Казахстана, подчеркнув, что в рамках реформ, проведенных за последние годы, сделан ряд важных шагов по усилению общественного контроля, борьбе с торговлей людьми, обеспечению безопасности детей и снижению долговой нагрузки населения. Тренинг будет продолжен во всех регионах страны. «Конечно, человек, ставший депутатом, может быть экспертом в какой-либо области. А чтобы работать с обществом, нужно знать все сферы жизни граждан, учиться. Для того, чтобы помочь им в этом вопросе, мы сегодня собираем экспертов по земельным вопросам, по вопросам здравоохранения, образования и всем тем вопросам, которые принесут благо населению. Мы первые проводим этот тренинг в таком формате и организуем его не только в области Абай, но и с масляхатами других регионов Казахстана». Актуален и вопрос обеспечения общественного порядка в регионах, профилактики правонарушений и усиления сотрудничества с правоохранительными органами. Сегодня необходимо развивать правовую культуру для улучшения социально-экономической ситуации в регионах с укреплением мер общественной безопасности. «Проблема общественного порядка – одна из самых актуальных тем. Ведь одно из требований в настоящее время – сохранение общественной безопасности. Помимо своих прав, указанных в законе номер 86, депутаты масляхаты имеют обязанности. Какие у них задачи? Это, конечно же, обеспечение общественного порядка, общественной безопасности, выполнение просьб граждан. Мы приехали сюда для того, чтобы дать депутатам рекомендации, как они должны работать и поставить перед ними определенные задачи». Кроме того, эксперт отметил, что улучшение социально-экономической ситуации в регионах также напрямую влияет на снижение количества правонарушений. Тренинг стал важным шагом в повышении квалификации депутатов масляхата, а его итоги будут способствовать улучшению взаимодействия на всех уровнях органов власти и повышению качества жизни казахстанцев.